Дисклеймер Сейчас в своем видео вы увидите Как я эту металлическую трубку менятому Нас ожидают Несколько неудач, обломы в прямопереносном смысле И неожиданная развязка в кинце Так что завариваем чайок Кофеок, приготовляем печеньки И приятного всем просмотра Приветствую вас Важаемые коллеги, бусоводы любителей Технического творчества Я тут изобретаю сейчас Оцей лоточек и параллельно Думаю, каким образом буду менять тормозную трубку Надо как-то открутить его оттам И открутить его оттут А дальше потом уже Как приваривается цей кронштейник Приваривается Соответственно Оця коробочка Тоді уже можно будет Выгибать по месту Купиться трубка металлическая И выгнем это все по месту Є у меня такий ключик Папа что-то там крутил, когда на машине И в итоге Тут ось капец ему прийшов Обервало болта И обервало тут шестигранник Ну, зроблено из такого пластелина Розмир Ось написано 8 Оце понятно Есть штуцера прокачки 7-8 И разрез тут такий тоненький А це на 10 Это чтобы трубки откручивать Ну, у меня на бусе По-моему, на 11 Поэтому есть вариант Оце все разогнути Вернути до того Чтобы тут было расстояние В 5 мм Викрутить оцей ось хвостик Болта, естественно, замінити И придумать, каким образом прошить тут шестигранник на 11 И, возможно, мы цей ключик еще спасем И он нам еще послужит Забрезка остатки бултика ведешкою Та, наче протекло Сейчас попробую его туда выкрутить Процесс пішов Шансы есть Тут все легко и просто Так вот отверткой Надо померять, что там у нас виходит 5,3 Получилось Что у нас тут виходит Тут вообще не понятно, где Остатки шестигранника 10,4 Перечистив різьбы Там он митчиком прогнал Фасочку сняв И потом, додаюся, что тут болтик на 5,8 Класс точности Спасибо Евгеновичу, который мне подогнал Болти перемещены соляркой Нашел тут такий от М6 8,8 Вони прочнейши Найду пару шайбів Підкладу, чтобы вообще было классно З шайбами И будет там болт удлиненный Будет то, что нужно Та и смажу графиткой Вернемся трошки назад Во времени Когда еще эта корица не приварена Я решил это дело перечистить Гравюровалкой зачистив шестигранник Для того, чтобы Тут размер 11 был Вернемся там всякой пили, ржавчины И вот тут, наверное, надо тоже как-то долезти Ведешкой запшикати Сверзаю На 11 уже вставляется Вот так вот плотненько без лишнего люфта Во Теперь надо попробовать, как оно будет на том штуцеркове Понятно, там остались ямки из предыдущей жизни Ну то уже таке Главное плотно его затянуть Есть шансы, что мы штуцер то есть рушим Тут замотано обычной черной изолентой Не синей Во Есть маленький люфток Вроде бы даже зажалося болтом Годится Попробуйте переносными тисками А тут схватить А ключиком Открутить, срушить Только надо что-то надевать Чтобы обоцерковать руки не разрезать Механ Мурчать Любились как-то Откуда они только берутся Постоянно заметаешь Все равно какие-то гвоздь всплывают В первой попытке ничего не дали Ключик держи Но, к сожалению, не получается крутнуть Крепко проржавило В конечном итоге ничего так и не получилось К сожалению Юшка потекла Сейчас надо будет еще подмотать изоленты Ну, тогда вариант радикальный Трубку все равно менять Надо будет ее тут отрезать Понад штуцером Вывести в сторону А там тогда можно будет и греть И крутить головкой Что я тут подумал Что буду мать Дуже великую проблему Когда у меня там Треба будет шланг По правой стороне Потому что там точно Такий от загиб Скорее за все Воно не открутиться И тоже там лопнет Вот я хочу так вот Ключиком попробовать Его Зрушить Открутився оце Ось С подающей сторони Пішов и цей штуцерок Понятно Это треба робить Не ружковым ключиком А каким-то другим Ну пока так Это так сказать Привентивные меры Для того чтобы в дальнейшем Воно открутилось Сейчас подожду Чтобы воно протекло Так как вот тут И притягну назад Я его затягнув опять Это я уже знаю Что воно там наверняка Все крутится Как придумать проблему на ревном месте А ось как Взял и обломал его Что-то такое было вообще Саморез якийсь Ой Вот так вот Да Это якийсь саморез Ай Как бывает Ну уже раз по листу Что ж Якось дома доведем Вот так вот я себе придумал Проблему На ревном месте Ну он уже Вишатою По троху Того Саморезика Уже небагато Осталось Какоесь так И плоскогубцями И такими Носиками И хвостик Треба оттуда Видерти Да Хвостик таки Вискочив Десь випав Это очень хорошо Все Можна тепер Пробувати його Назад Назад Прикручувати Найти такий саморез Длинненький Щоб його назад Прикрутить Сейчас намажу Графиткою И закрутю Того самореза Прикрутю тройничок Для того Щоб воно Потом Колись Викрутилось Свободно Док Знімать Награбуду Для того Щоб гріти Надо Щоб там Не було Жидкості Це Значить Що нам Нужно Отут Откусити Поскольку Кронштейник Непреварений Тут Кусаєм Обматаєм Изолентой Отводим В сторону І Тоді вже Можна буде Цей штуцер Гріти І головкою Трещоткою Викручувати Наверно Так Тут Замотаєм Щоб нічого не Витікало Найшов Такий Інтересний Полезний Совет Що Якщо Педаль Нажати І Чимось Придавити Щоб Вона Назад Не Перекусити Понад Штуцером Я думав Його різати Болгаркою Чи Гравером Но Побоявся Стружок Попробуємо Щас Перекусить Такими бокорізками Пережимається Довольно Довольно Крєпко Так як Треба Як Зафокусувати Туда Во Попробуємо Дламати Тепер Отак От Кусі Все Що Я ще Забув Сказати Це Те Що Цю Члоночку Надо Помітити Як Вона Стоїть Щоб Потім Її Правильно Розположити Бо Ми Ж Її Будемо Витягувати З Кроштейника Кульок У два Слоя Плюс Ізолента Саме Воно От Тепер Штуцером Можна Робити Все Що Душа Бажає Ось Він Туди Пішов Тут На Табуреточки На Стільчикові Це Можна І Даже Нужно Схватити Його Тиски Попробувати Це Крутнути Головкою З Трещоткой Якщо Не Пойдет Тоді Будемо Тряпкою Мокрою Держать А Саме Цей Шестиграничок Гріти Щоб Шлангу Не Устосати Із-за Нагрєва Головка На Одинадцять Не Откручується Ні Вкакую Значить Треба Гріти Щас Якусь Тряпочку Сюда Буду З Водичкою Будем Пробувати Гріти Я бачу Такий Прикол Люди Предлагають Отак Нагрів І Водою Облий І Такі Температурні Шоки Робити Щоб Воно Зрушилось Собственно Мокра Тряпочка Ось Тут Будем Щас Оцією Грілкою Гріти Главное Не Спалити Стілець Щось Надо Підкласти Чотири Рази Нагрівав Потім З кружечки Водичкою Поливав І Воно Таки Пішло Действительно Оказалося Обливаю Кипятком Потім Водичкою О Отаке Ось Воно Тут Це Получається Така Пружинна Скоба Через Цю Пружинну Скобу Проходить Штуцер Впирається Шестигранником В общем Принцип Понятен Тряпочка Влажна Така слегка Тепла Так що тут Нормально Воно все Шланг Буде ще жити Кронштейнік Кронштейнік Розсоєдинився Я тепер Поняв Як воно Тут Зроблено На трубці Є шестигранник Під ключ Який Точно не знаю Треба буде Глянути А на кронштейнікові Ось З цієї сторони Зверху От вір круглий А з цієї сторони Тут такі Зуби є Якщо їх не шість Значить їх дванадцять І от воно В оці зуби Заходе І фіксірує Шлангочку Від проворота Ну це от воно Отак от стояло Так ми його і поставимо І так по розмірам Длина цієї резинової Шлангочки Від торця І до торця Там є Вон такий Він такий Він такий Переходник Шлангочка Така трубочка Металіческа В общем Длина сорок шість Сантиметрів Получилось в мене 45-46 сантиметрів Странно Я раніше міряв По-моєму На тій стороні Там 50 сантиметрів Там півметрова Ну ладно То вже таке Шестигранник На 14 Різьба Під отакий от штуцерок З таким хвостиком Різьба М10Ш1 Грань На стандартному Штуцері 11 Вроді би Замотував Вчора Так як надо Щось пішло Не по плану Ааа кльйоночка Растворилось Ай-яй-яй-яй, в итоге это все намочилось в тормозную жидкость, естественно, теперь краска там повзлезет, не хорошо, ну, под красами, это же таке, будем на будущее знать, что тормозуха растворяет кульки, изоленту, что интересно, она не растворяла, а кульок растворила. Заказал, мне ось привезли з райцентра таку металлическую трубку, написано, ось, Carline CL11, трубка Гальмівна, иномарка, 0,6 метра, Европа, и вот такий штрих-код, не знаю, это что-то скажет, или нет, 0,6 метра, если взять сюда вот так вот положить в рулетки, получилось воно 59 сантиметров, ну, хай, а я намерял на тей трубке, что там сейчас стоит и капает, 55 сантиметров, то она довжена на 4 сантиметри, я думаю, то не страшно, то наоборот плюс. Какие тут вылезли нюансы, шестигранник тут на 11, тут на 10, резьба им 10 шаг 1. Вчора я плашкою поправил резьбу на цих штуцерах, штуцера якісь слегка овальні, то есть ось пятнышко, и ось с другой стороны пятнышко. Тут та самая история была, ось пятнышко, и ось пятнышко, то есть они овальні, ну, трубка вкручается. Нюанс номер два, длина штуцера. По длине они отличаются. Это уже ось с запресованной трубкой, то есть край трубочки. Разница десь, если брать от края резьбы, тут у нас виходит 18 мм, ось сюда, а тут виходит 13,5 мм, то есть разница в 4,5 мм. Надо сюда сделать такую втулочку, наверное, сейчас выточу, диаметр 10,0 точный, чтобы плотненько было, потому что воно будет впираться с этой шестигранкой, и тут воно будет вот так вот через ту втулочку, вот так, собственно, и затягиваться. Ну, естественно, тут еще эта штучка, эта скоба, ружина стоятами. Что не медно, з медной отделы никогда не имел, медь хорошая для проводов, а трубка хай будет железная. Да, и тюл легко за доступную цену купить, не хочу ничего изобретать с медными трубками, поэтому будет железная. Полезный совет из подпирания педали сработал. Как раз доски мне хватило, педаль до половины прожата, пів бачка тю-тю, ну, между максимумом и минимумом вытекло, выкапало. И там краска-то повздувалася, уже не капает. Бедно, досадно, ну, а что ты сделаешь? Вот так отопит добывается. Добре, сейчас нужно эту штучку приварить. Притягну сварку, а тут закрепим. Знову в работе моя бумажечка, я мерял, что тут от угла 120 мм было. По правиле, ранее чего-то 125. Перепроверяю цей штучки 120 мм до угла. Есть такие. Это начи кудись туди дивиться. И от площадки 70 мм. То, что надо. 70. Собственно, приварю. Эта штучка вот тут стоят, и вона не заважатиме розвальный болт витянути, в случае что. Шайбе, конечно, мешатиме. Ну, шайба-то нас не сильно лимитирует. Называется, довшую сварку вытягивал. Приварил 2 капельки тут, 2 капельки тут. Сейчас у струбцину прибираю. Там подмещал гайку, чтобы удобнее было варить. Гайка упала. Тут пошло волной. Это ожидаемо. У меня так было и на той стороне. Это абсолютно ожидаемо. Опять, размеры. Дугла 120. До тієї стенки 230. Плюс-минус. И от площадки до верха 70. Годится. Те, что нужно. И еще я контролировал уровнем, чтобы там плоскость была по уровню. Вот и все. А трубка то не капает. Не капает. Я тут ее опять послабил. Теперь ее можно отсюда откручивать. Витягивать на улицу. Зрязать эту всю изоленту. Все неподобство. И с железной выгибать. Вот такую самую трубочку. Начал откручивать вот эту трубку из трикутника из вот этого тройника. И уже не видно. Почала текти очень сильно тормозная жидкость. Несмотря на то, что воно палкой подперто. З трубкой воно не капало. Без трубки начало капати. В итоге я вот тут другой штуцер, який я тут отломал. Я его оперативно полуавтоматом в тисках заварив. И вкручив туди, как пробку. Ось воно стоит. Тормозуха витекла. Это капает. Это катастрофа. Сейчас полезу на горюще. Найду тормозуху. Долью. Надеюсь, что воздуха не впустил в цилиндр. Вот так вот бывает. Сейчас посмотрим, как пробочка себя чувствует нормально. Я ее оперативно одну капельку поставил. И воно заварилось. Зацепило. За ночь не витекло. Ни не витекло. Ну, будем дальше. Будем умнее. Доброе, это переварено. Тут вот эта волна. Ну, это неприятно, но не страшно. Воно, как будет вариться, его потянем. Хотя он не будет вообще хорошо. Теперь надо туда гнуть трубку. Но перед тем я хочу что-то проверить. Вставил шланочку. Точнее штуцер. Надел вот такую вот боночку, втулочку. Яку я вчера витечил заблаговременно. Это же воно для того, чтобы компенсировать больше длину штуцера. Ну, между оцей пружинной пластиной и трубкой остается еще. З миллиметра, а то и полтора. Так примерно так оно и было. Ширина 5 миллиметров. Наружный диаметр 16. Ну, там за невеликим минусом. В середине 10,0. Такий примерно размер. Заодно сейчас пообжимаю вот эти вот наконечники, чтобы сели на свое место. Вот теперь пришло время вигнати трубку. Я их вот так вот прикладывал. Трубки эти. И у меня получается, что, ну, трошки отдовжается. Это я мерял было 55 сантиметров, это 59. Туди кудись оно и есть. Сейчас какие-то кругляшки шукать. И через них вот так вот загинати. Чтобы радиус плавный был. Вон кусок трубы, таке предположительно 3 четверти. Ну, кудись туди. Кудись туди. Тут плавнейше. Тут плавнейше. Тут явно плавнейше. А вот тут, да, тут что-то больше нужно будет найти. Получилось что-то такое. Ну, не то чтобы совсем похожее. Так сказать, как всегда, свой вариант сделал. Тут плавнейше. Тут плавнейше. Тут вместе с двух изгибов сделал один такой плавненький. Тут ось якесь повреждение. Воно ж не герналуженное. Как раз на углове. Что сделаешь, так попалось. И тут ось крутилка тут. И вот оно что-то не совпадает. Ну что ж, ожидаемо. Все ожидаемо. Так, это будет туди. Оце югол надо отгинати. Оце что-то похоже на правду. Кудись примерно туди крутится. Крутится. Будем пробовать ставить. Ото тут я сразу наживил. И почти полностью затянул. Но не полностью. И пока вот тут выкрутив пробку. Там подмастил тряпку. Воно ж южка побегла. Вставил оцей штуцер. И пока его затянул. Воно тут засопливило. И получается, что воно вот так вот бульки с жидкостью сюда и вышли. Трюшки вот так. Ну, то мелочи. То все-таки. Тут примерно по раме. Тут примерно по горизонту. Ого. Затянув. Пойдет. Между трубкой и пружинкой еще остался зазор. Так, как я планировал. Значит, по довжине шайбу эту втулочку я вгадал. Самое интересное в той истории, что без никакой прокачки педаль стала так же, как вона и была до аварии. Я не знаю, как это объяснить. Какой-то оно само по себе выгнало воздух. Серьезно, я боролся перед тем, как я вырезал корица и перед тем, как я взломал эту трубку. У меня педаль проваливалась почти до пола. А теперь... Мистика. Мистика, как раз. Теперь она у меня так, как нужно. Опа, хватило. Працюет. Вот такая вот получилась замена трубочки. В принципе, неплохо. Я думаю, будет ходить. Мне нравится. Так, тут все стояние есть. Есть. Начинь, что, нигде не подтекает. Свободный ход. Не великий на педали. Меньший, чем був ранее. Мистика как-то. И, кстати, куплена еще тормозуха така. Роздот. 4 за 70 гривень. Залито до максимума. Хай будет. Собственно, так. На этом все. В следующей серии, наверное, мы будем оце от вырезать безобразие и сделать сюда вот крышку. Я думаю, так. Удачи вам, миру, добра. Будьте здоровы, счастливы. И хай вас забудет хорошо.